Здравствуйте дорогие друзья! После небольшой паузы мы вновь возвращаемся к ежедневным киберспортивным выпускам новостей. Жизнь популярных профессионалов, изменения в ведущих клубах современности и самые дорогие призовые за всю историю киберспорта. Мы продолжаем. Завершилось главное событие года в мире соревновательной второй Доты The International 2016. Победу праздновали китайские профессионалы из команды Wings Gaming, которые в финальном матче переиграли команду Digital Chaos 3-1 по картам. Напомним, что формат финала был Best of Five, Wings Gaming имели преимущество в одну карту из-за своей позиции по сетке венеров. Несмотря на это, Digital Chaos все-таки смогли подарить надежду своим фанатам, выиграв первую карту финального противостояния, однако затем Китай показал себя во всей красе и забрал заветный щит и 9 миллионов долларов призовых. Что касается единственной надежды СНГ ТОТО 2 сцены, то Natos Vincere больше расстроили, нежели выступили удовлетворительно. Завершив групповую стадию, не самым лучшим образом, Na'Vi попали сразу в нижнюю сетку, где, как говорят сами профессионалы, формат матча напоминает некую рулетку. В этой рулетке против Team Liquid рожденным побеждать не повезло и они с результатом 0-1 закончили свое выступление на мировом первенстве. В целом, чемпионат мира стал самым зрелищным за всю историю своего существования. Ведущие аналитики и комментаторы отметили усилия компании Valve, которые сумели сделать эту мету самой играемой и интересной. Ну а что касается призового фонда, то он смог поставить очередной рекорд, пройдя отметку в 20 миллионов. Что же будет в следующем году? Какой призовой фонд будут разыгрывать профессионалы? NASA International 2017 Переходим к самым громким новостям лета в соревновательном шутере. Natos Vincere решились на кардинальные перемены в своем CSGO подразделении. Отныне Александр Костылев, он же Simple, будет выступать в составе рожденных побеждать. Он будет заменять Данила Кисленко, который покинул коллектив Na'Vi. Казалось бы, бессменный капитан имеет еще много сил в запасе, чтобы играть и выигрывать, однако у руководства клуба на этот счет было немного другое мнение. Как заявил Александр Кахановский, на данный момент с Данилом Кисленко ведутся переговоры касательно его дальнейшей судьбы в Na'Vi. Ему будет предложено несколько направлений для работы, но окончательное решение, конечно же, только за ним. Что касается Simple, то для него это самый лучший вариант, который может только быть. Все мы помним его опыт в команде Team Liquid, где барьером для успешной карьеры стал именно океан, и работа далеко от дома не приносила никакого удовольствия. Теперь же все вновь в руках Костылева, и совсем скоро мы сможем увидеть новых Na'Vi, которые уже успели получить ряд привлекательных инвайтов на ведущие ивенты осени. На очереди Fnatic, которые своими заменами взорвали мировое сообщество и зрительскую сцену. Многие до сих пор не понимают, почему это произошло, но теперь шведская CSGO-сцена стала еще более сложной и конкурентной. Теперь состав Gotsund больше похож на чемпионский ростер Fnatic времен Dreamhack Winter 2013, а у черно-оранжевых из старой пятерки остались лишь двое игроков. Таким образом, в новый состав Fnatic вошли All of Meister, Denny's, Twist, Lekra и Venton. Последний числился официальной заменой в составе шведов, а Twist и Lekra перешли из Gotsund. Gotsund в свою очередь выглядят следующим образом – Kronex, Schneider, Flush, JV и Krims. Теперь ростер представлен четверкой игроков-чемпионов первого мейжор-турнира в истории Dreamhack Winter 2013. Отличие состоит только в отсутствии Devil Walk'a. По причине этих замен Fnatic теряет слоу в финальную стадию следующего мейжор-турнира, который автоматически переходит в Gotsund, поскольку в обновленном составе присутствует трое игроков-полуфиналистов прошедшего мейжор-турнира ESL OneCoin 2016. Однако это правило не распространяется на ESL Pro League 4 сезона, где приглашение в европейский дивизион остается именно за Fnatic. Что выйдет из этих замен, можно только гадать. Все мы помним большой решафл на французской CSGO сцене, от которого до сих пор Франция не может утвердить свои позиции в мировом рейтинге ведущих клубов. Обновление. В киберспорте слово «обновление» в некоторых играх несет в себе не самое лучшее впечатление. В CSGO, например, в последнее время апдейт вызывает больше возмущения, чем восторга. А все потому, что компания Valve, по мнению многих, занимается не тем, чем нужно. Понятное дело, что это высказывание скорее эмоциональное, но современная публика именно так выражает свое мнение. Valve выпустила серию обновлений в CSGO, которые по большей части касаются изменения звуков при стрельбе с некоторых оружий. У фанатов шутера, да и у меня, если честно, возник один вопрос. Зачем? Если раньше подобные изменения были подкреплены аргументом по типу «мы хотим, чтобы игра была более реалистичной и начиная с физики игры мы будем ее видоизменять», то что сейчас? Зачем менять звуки стрельбы, когда сама игра очень сильно стала, как принято говорить простым языком, тормозить? Общественность вовсю трубит о серьезных ошибках в коде игры, из-за которых на большинствах картах игра ужасно работает, и игроки просто-напросто теряют фпс. На этот вопрос разработчики решили не отвечать, может быть потому, что вместе с новыми звуками в игру добавили новые кейсы, которые по мнению авторов шутера должны успокоить зрительскую аудиторию. Но не будем скрывать, и они не пользуются большим фидбэком у фанатов, потому как дизайн новых виртуальных пушек кроме своих ценников ничем не привлекает игроков. На сегодня это все, дорогие друзья. В завтрашнем выпуске мы поговорим о тренерах в соревновательном шутере и попробуем разобрать нужны ли они вообще, и права ли компания Valve, ограничивая функционал тренера во время крупнейших ивентов. На этом все, спасибо большое за внимание, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова